Об истории переименования Куйбышева в Самару из первых уст. На связи со студентами доктор исторических наук Петр Серафимович Кобытов. Именно он стал первым человеком в городе, который озвучил идею о переименовании. Сбором подписей группа энтузиастов занималась 4 года. В итоге в Кремль отправили 80 тысяч подписей за Самару. 25 января 1991 года глава Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о переименовании Куйбышева. Серафимович сегодня в своем очень интересном рассказе говорит о том, что такое понятие выдвигает, как городское общество. В жизни города должно функционировать городское общество, которое отвечает, наверное, за культурный срез города. А я хочу сказать, что я занимаюсь городским обществом 19-го столетия. И оно не сказать, что было очень влиятельно, но оно воспринимало город как свой. И ныне городское общество, безусловно, должно воспринимать этот город как свой. С именем Куйбышева Самара прожила более 50 лет. Это было непростое время, насыщенное событиями. Начинающие историки говорят, изучать этот период крайне интересно. Особенно увлекает изучение истории запасной столицы. Но если говорить о названии города, признаются, что Самара роднее. Ну и родилась я, конечно, в Самаре, поэтому это название как-то греет душу. А Куйбышев такое, наверное, историческое больше название, как такая страница в истории города. На встрече говорили не только о возвращении исторического названия Самаре. Участники обсудили и переименование улиц в исторической части города. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.